Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочется поделиться с вами одной очень классной задачей, которая была на очном туре Олимпиады в Пистех в прошлом году для 11-классников. Задача мне, честно говоря, очень понравилась, поэтому захотелось ей поделиться с вами. Условие такое. Нам дан треугольник АВС, который вписан в окружность центром в точке О. Дальше, через точки А, О и С мы описываем окружность, то есть вокруг треугольника АОС мы описываем окружность, и эта окружность пересекает сторону ВС в точке П. После этого мы проводим к первой окружности две касательные, одну в точке А, другую в точке С. Эти две касательные пересекаются в некоторой точке Т. И дальше точку П и точку Т мы соединяем, получаем точку К. Вот такая вот конфигурация. И дальше нам дают площади вот этих двух треугольников, и после этого нас просят найти площадь большого треугольника. Ну, чертеж на самом деле выглядит достаточно пугающим. При этом совершенно непонятно, что за точка К, как она связана с точкой Т и с точкой П. Ну, в общем-то, в общем-то, здесь достаточно много непонятного. Ну, давайте попробуем потихоньку разбираться. Во-первых, в этой задаче очень классно помогает хорошо построенный чертеж. Вот если построить его аккуратно, и построить несколько раз, то мы будем замечать, что точка Т как-то неожиданно близко все время находится к окружности. И отсюда, на самом деле, можно сделать первую гипотезу. А не живет ли точка Т вот на этой окружности? И оказывается, что если начать с этой гипотезы, то все становится достаточно понятным. Ну, по крайней мере, мы с вами знаем, что отрезок АТ равен отрезку ТС. Ну, потому что две касательные к окружности, проведенные из одной точки, равны. Давайте я эту картинку начну потихонечку рисовать отдельно, без второй окружности. Но, значит, что у меня есть? Смотрите. У меня есть две касательные, и вот есть некоторый треугольник. И есть еще, помимо всего прочего, у меня центр окружности О. Это О, это А, это С, это Т. Так вот, я сразу понимаю, что вот эти два отрезка у меня равны. И это здорово. Потому что тогда, опять же, если предположить, что точка Т на окружности, то вот эти две хорды будут равны, а значит, две дуги будут равны. И вот если эти две дуги равны, то оказывается, что вот этот угол и вот этот угол опираются на равные дуги. А значит, они равны между собой. И тогда ПТ становится биссектрисой. И вот это уже очень интересно. Вот давайте попробуем покопать эту идею, вдруг правда получится. С чего здесь начать? Начать. Давайте я возьму вот угол Б за, я возьму угол Б за какую-нибудь букву, например, возьму его за Альфа. И дальше я пользуюсь тем, что знаю угол Б, я сразу и вот этот угол тоже знаю. Он у меня 2 Альфа. И дальше я понимаю, что вот эти вот два угла у меня по 90, вот эти два угла по 90, а значит, оказывается, раз они по 90, что четырехугольник ОАЦ, ОАТЦ, ну вообще-то, вписанный. Ну потому что сумма его противоположных углов действительно 180 градусов. Смотрите, вот эти два угла у меня в сумме 90 плюс 90, 180, значит, вокруг четырехугольника ААОЦТ можно описать окружность. Но эта окружность совпадет с описанной окружностью треугольника ОАЦ, на которой уже лежит точка П. Значит, первый классный факт, который мы установили, это что точки О, П, С, Т, О, П, С, Т, и А лежат на одной окружности. Лежат на одной окружности. Ну и вот на этот факт выходить нам, скорее всего, бы помогал хороший чертеж. Если вопрос, как до этого догадаться, то, наверное, самый хороший ответ это построить чертеж. То есть, точка П у нас получается вот здесь, вот у нас точка П. Ну и дальше, как я уже сказал, за счет того, что вот эти две хорды равны, вот эти две дуги равны. Вот эта дуга и вот эта. Ну а если эти дуги равны, то мы получаем, что у нас так, давайте я возьму здесь оранжевый, мы получаем, что у нас эти вот два уголочка равны. И тогда оказывается, что ПТ это бисектриса. И кроме всего прочего, еще за счет, за счет того, что вот этот угол у нас два альфа, он опирается вот на эту дугу. Но угол АПС тоже два альфа. Тоже опирается на эту дугу. То есть, смотрите. Получается, вот этот угол альфа, я теперь дострою все-таки, видимо, вот эту вот точку О. вот этот угол у меня два альфа, потому что он центральный. А вот этот угол два альфа, потому что он вот с этим углом опирается на одну и ту же дугу. Ну, а значит, каждый из этих уголков по альфу. это альфа, это альфа. И это, на самом деле, уже много. Потому что, потому что что? Ну, на самом деле, можно еще заметить, наверное, последний факт, который мы используем, а потом перейдем к решению, это то, что, на самом деле, смотрите, вот если вот здесь угол альфа, вот тут будет угол 180 минус 2 альфа. Ну, и дальше, посмотрев на сумму углов треугольника А, Б, П, мы, на самом деле, с вами получим, что вот этот уголочек тоже альфа. Ну, почему? Это можно, во-первых, понять вот так. Вот у нас есть треугольник А, П, С. У нас есть треугольник А, П, С. У него угол, вот этот вот угол 2 альфа, ну, а здесь построен какой-то треугольник с углом альфа. Этот угол является внешним для данного треугольника, а значит, равен сумме двух других углов, несмежных с ним. Ну, значит, вот это вот, это вот у нас тоже альфа. Вот. Очень, на самом деле, действительно очень много интересного, и кроме всего прочего, еще мы можем заметить, что, так, во-первых, точка Т уже здесь на окружности, давайте это поправим. Вот. Кроме всего прочего, можно заметить, что ПТ еще и параллельно АБ. Не знаю, не знаю, будем ли мы это использовать, да и в целом, да и в целом, можно это, по крайней мере, записать. ПТ у нас параллельно АБ. Ну, вот, на самом деле, мы на картинке нашли очень много. Теперь надо решать задачу. Итак, нам даны, что вот эта вот площадь 6, а вот эта 4. Что из этого можно сделать? Ну, например, можно вспомнить, а, ну, можно, на самом деле, в этом треугольнике просто понять, что если вот это 6, а вот это 4, у этих двух треугольников общая высота из точки П. Это П, это А, это С, это К. Высота у них общая, ну, а значит, площадь треугольника АПК, деленная на площадь треугольника ПКС, это одна вторая АК на АЖ, а другая площадь это одна вторая КЦ на АЖ. Ашки ушли, одна вторая ушла, получается, что АК, деленная на КЦ, это отношение площадей, но площадь у нас относится как 6 к 4 или 3 к 2. Получилось, что АК к КЦ это у нас 3 к 2, или по-другому могу сказать, что вот этот отрезок у меня 3х, а это у меня 2х. И теперь у меня на самом деле есть два варианта, как я могу подойти к этой задаче. Я могу либо вспомнить, что вот если это 2х, а это 3х, то у меня есть теорема о бисектрисе, которая говорит, что вот эта сторона относится к этой, так же как вот этот отрезок вот к этому. И тогда я получу, что это 2у, а это 3у. Ну, бисектриса делит в противоположную сторону на отрезки пропорциональны сторонам треугольника. Значит, вот этот отрезок относится вот к этому, как вот эта сторона вот к этой. 2 к 3. Вот. И потом сказать, что, значит, я сказал, что у меня вот этот вот угол альфа тоже, ну и этот угол альфа, и тогда я понимаю, что вот это у меня 3у, и это у меня тоже 3у, а это у меня 2у. И я мог бы так получить. Ну, по-другому, тот же самый результат я мог бы получить, сказав, что ПК у меня параллельно АБ, а значит, по теореме Фалеса, если здесь 2 к 3, то и здесь будет 2 к 3. Но так или иначе, что у меня теперь получилось? У меня есть треугольник АБЦ, значит, треугольник АБЦ, у него есть точка, которая делит его сторону в отношении 2 к 3. 2 у 3 у, ну, известно, что вот эта площадь 10. Если я найду вот эту площадь, то я решил задачу. Ну, здесь я опять же, как и в прошлом пункте, замечаю, что здесь есть общая высота, пусть она h1, тогда площадь АБП, деленная на площадь АПЦ, это с одной стороны 1 вторая h на 3у к 1 второй, так, h1, h1 на 2у. И получается после сокращения, что это 3 к 2. Ну, а с другой стороны это х к 10, ну, откуда я получаю, что х есть 30 делить на 2, то есть 15. Тем самым, вот эта площадь у меня 15, а тогда площадь АБЦД это 10 плюс 15, то есть 25. Вот. Это решение первого пункта, на мой взгляд. Ну, то есть, по крайней мере, сама картинка очень красивая. Вот. Ну, а теперь, собственно, второй пункт. Нас просят найти АПШ, если известен, если известен тангенс угла бета. Угла б, ну, то есть, тангенс альфа. А как это может помочь мне здесь? На самом деле, чтобы это сделать, что я могу заметить? Я могу заметить, что я же могу работать с треугольником АПЦ, и смотрите, про треугольник АПЦ я знаю достаточно много, то есть здесь, на самом деле, нужно найти элемент, про который мы много чего знаем. И вот АПЦ, во-первых, мы знаем в нем отношение боковых сторон, 3 к 2, во-вторых, мы знаем его площадь 10, а в-третьих, ну, на самом деле, у него угол 2 альфа, а нам угол альфа дан. Ну, и давайте попробуем этот треугольник нарисовать отдельно. То есть мы выделяем из картинки часть, про которую мы много знаем. Здесь есть и другие подходы, на самом деле. Можно было бы, ну, можно было бы и с АБП работать. В АБП мы знаем площадь и знаем угол. И можно было бы отсюда найти три игрек. Но мы пойдем с АПЦ. Итак, АПЦ. А, А, П, Ц. Значит, это 3 игрек, это 2 игрек, и я хочу, так, 2 игрек, я хочу вот с этим углом поработать. Давайте я назову его бета. И я хочу для угла бета для начала найти его синус, синус и косинус. Значит, да, что мне, что мне для этого потребуется сделать? Значит, я знаю тангенс, я знаю тангенс угла b, ну, тогда я могу сказать, что тангенс квадрат альфа плюс 1 есть 1 на косинус квадрат альфа. Я помню, что альфа угол острый, поэтому у меня все будет однозначно. получается 49,25 плюс 1 равно 1 на косинус квадрат альфа. Отсюда косинус квадрат альфа это, значит, так, получается 49 плюс 25 74, здесь получается 74,25, значит, я перевернул, получается 25,74. Ну, тогда я сразу могу сказать, что синус квадрат альфа это 49,74. ну, и получаю, что синус альфа у меня 5 корней из 74, я пользуюсь тем, что угол острый синус, точнее, косинус это косинус положительный. Ну, и синус альфа это 7 на корень из 74, тоже пользуюсь тем, что угол острый синус положительный. Ну, и теперь я могу сказать, что синус 2бета по формуле синуса двойного угла это 2 синус альфа косинус альфа, то есть, это 2 на 5,74 на 5 корень из 74 на 7 корней из 74 ну, и это получается значит, это получается 30 35 на 2 70 74 ну, или 35 37 ну, и можно посчитать сразу косинус двойного угла, по-моему, там есть хороший прямоугольный треугольник со сторонами 37 35 по-моему, 37 35 12 вот вроде мы сейчас должны получить, что так, только не 2бета, а бета просто просто синус бета и косинус тоже бета мы считаем косинус бета получается ну, 2 косинус квадрат минус 1 так, получается 25 74 на 2 50 74 74 минус 1 получается а, ну получается что-то угол тупой вот, получается минус 24 74 и минус 12 37 вот теперь про угол бета мы знаем обе его функции и тогда я могу я могу сказать что 10 ну, в площадь треугольника это 1 вторая произведение сторон 1 вторая на 2 y на 3 y на синус угла между ними на 35 37 отсюда у меня получается хочется посокращать получается 370 я перенес сюда двойку сократил равно вроде 105 y квадрат сейчас 105 двойки ушли y квадрат ну, вроде да дальше можно сказать что y квадрат равен 370 на 105 и сократить все на 5 получается так получается 74 21 правильно так вроде да вроде правильно 74 21 вот это y квадрат ну и собственно сейчас я буду писать теорему косинусов и я понимаю что в теореме косинусов у меня везде y будет в квадрате поэтому y я находить не буду и так по теореме косинусов для этого треугольника ас квадрат это 9y квадрат плюс 4y квадрат и минус 2 умножить на произведение сторон то есть минус 12y квадрат на косинус угла который есть минус 1237 то есть будет плюс а здесь 1237 ну и остается остается все подставить значит так получается что ас в квадрате есть так так как бы все это как бы все это аккуратно посчитать здесь получается 13 плюс 13 так ну давайте y квадрат вынесу за скобку напишу что я здесь 74 21 а дальше у меня будет 13 плюс 144 37 13 плюс 144 37 так ну чего делать считаем значит так я могу я могу сразу занести сюда вроде 74 или или я не хочу этого делать с одной стороны у меня вот здесь сократится а с другой стороны здесь будет не очень хорошо давайте лучше так 13 умножаем на 37 так 13 на 37 это 370 плюс 111 370 370 плюс 111 481 так можно на самом деле проверить значит так проверяем ну да вроде 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 все сходится на всякий случай да вот получается 481 еще плюс 144 и получается 5 2 6 вот это число которое очень радует это 25 в квадрате и тогда у нас получается 74 на 21 умножить на 625 делить на 37 и тогда вот эта штука то есть вот здесь равно тогда вот эта штука у меня еще вот здесь можно сократить на 2 и так и получается 2 на 625 на 21 это АС квадрат ну тогда АС получается 25 на корень из 2 на корень из 21 и вот это и будет наш ответ в этой задачи вот ну то есть здесь важно было то что мы заметили в пункте B элемент в котором нам много чего известно а именно нам известно отношение сторон нам известен угол и нам известна площадь зацепившись за этот элемент мы уже с помощью некоторых вычислений смогли прийти к ответу ну пункт B на самом деле можно ли было решать достаточно большим числом способов вот можно было ну опять же можно было работать вот с этим треугольником например и из него найти из него найти во-первых Y во-вторых найти AB а дальше писать теорему косинуса для треугольника ABC это спасло бы нас от вычисления двойных углов но кажется что это было не очень сложно ну вот такая задача которая совмещала в себе и классные геометрические идеи и теорему абиссектриси вспомнили отношения высот проговорили и про 4 точки на одной окружности даже про 5 а с другой стороны вот здесь была вычислительная часть которая в целом для геометрии весьма полезна вот такое видео надеюсь что задача вам понравилась и надеюсь что если вы пишете в физтех то свою планиметрию вы решите там тоже удачно вот на этом наше видео подходит к концу до новых встреч пока-пока до новых встреч до новых встреч